С добрым утром, уважаемые трейдеры! Отдельное спасибо тем, кто сейчас нас смотрит. В сегодняшнем нашем информационном обзоре мы рассмотрим причину и следствие монетарной политики Центрального банка России, предстоящие данные по запасам нефтепродуктов в США, фундаментальный фон сегодняшней сессии, также какую динамику нам предстоит увидеть по основным валютным парам, разберем точки входа и выделим важные ценовые уровни поддержки и сопротивлений. Начнем мы наш доклад с детальным обзором по российскому рублю. Сегодня, как известно, пара будет торговаться после вчерашнего выходного, и, как это часто бывает после праздников, рубль реагирует крайне волатильным поведением, а у участников торгов на момент открытия скапливается огромное количество заявок на фоне поведений цен смежных активов и новостного фона, что, собственно, и вызывает такую бурную динамику пары. Центральный банк Российской Федерации на данный момент придерживается таргетированной инфляционной политики, что, в общем, и объясняет пятничное решение регулятора о главном снижении долговой нагрузки. Главные опасения на текущий момент в отношении инфляции основывается на росте спроса и росте объема выдачи кредитов. Именно поэтому председатель Центрального банка Эльвира Набиулина поддерживается очень осторожной монетарной политике, чтобы вписаться, в первую очередь, в инфляционный уровень 4% уже в конце 2017 года. Напомним, что на ММВБ в пятницу рубль завершил торговлю по 65.28 за доллар. Нефтяные котировки торговались в понедельник разнонаправленно, с амплитудой волатильности в 1 доллар. Учитывая, что укрепления черного золота по факту пока что нет, пара доллар-рубль, как мы ожидаем, пойдет вверх. Итоги торгов во многом будут зависеть от предстоящей динамики ценообразования нефтяных котировок. Однако тут стоит отметить, что на текущий момент доллар пробил психологическую отметку в 65 рублей. Как известно, большое количество стоповых ордеров скапливается именно возле таких вот круглых значений. Поэтому в данном случае дневной бар по паре на сегодня ожидается быть восходящим. При этом ближайшая линия сопротивления находится возле отметки в 66 рублей за доллар. Торги на сырьевых площадках в понедельник прошли разнонаправленно, без доминации какого-либо явного тренда. Учитывая тот факт, что с четверга котировки по Brent падают с отметки 52 доллара 78 центов, то основным локальным трендом остается, конечно же, нисходящее движение. На текущий момент цены консолидировались в районе 49 долларов 90 центов за баррель, после свингового движения с 15.00 до 18.00 восточноевропейского времени. Также опять нужно учитывать, что 100 плюс участников выставляются достаточно часто, либо чуть ниже, либо чуть выше психологически важных отметок. В нашем случае эта отметка и служит значение 50 долларов. Собственно, поэтому на сегодня мы и ожидаем разворот котировок либо в направлении выше 50 долларов, либо ниже. Первые часы торгов проходят в боковике с амплитудой волатильности Brent лишь порядка 20 пунктов. Это объясняется, конечно же, в первую очередь низкой активностью Тихоокеанской и Азиатской сессии. Поэтому на открытии фондовых бирж в Европе и Америке с большей долей вероятности мы увидим оживленное движение контрактов в разрезе пары часов. Следующий важный момент, который мне хотелось бы отметить на сегодня, это предстоящий отчет Американского нефтяного института API по запасам нефти. Напомню, что предыдущее значение было на уровне падения запасов на 3 миллиона 560 тысяч баррелей. Негативный прогноз все так же сохраняется и на этот раз. Наш прогноз – это продолжение тенденции роста котировок из-за неспокойной геополитической ситуации, а также на фоне падения запасов в нефтехранилищах США. Поэтому можно выставлять стоповые отложенные ордера на покупку с отметки 50,5 долларов за баррель с коротким стоп-лоссом. Что касается европейской валюты, то в первый день торгов пара евро-доллар стартовала с позиции 1,1248 за доллар. Закрытие прошло выше уровня открытия на 38 пунктов, соответственно, на отметке 1,1286. Достаточно скромную волатильность пары объясняет тот факт, что каких-либо более-менее значимых макроэкономических данных в понедельник не предвиделось. Зато на сегодня ожидается обширный новостной фон по США в сфере покупательской способности граждан, а также в сфере продаж. Вечером состоится отчет Американского нефтяного института по запасам нефти, а по еврозоне выйдут данные за апрель в сфере промышленного производства. Если мы с вами откроем часовой таймфрейм по паре евро-доллар, то сможем увидеть графическую фигуру перевернутой головой и плечи, что, собственно, и подсказывает нам о возможном предстоящем росте в краткосрочной перспективе. Минимальный уровень по такому сценарию, куда пара может дойти, это 1.13.20, затем может снова последовать откат. Фундаментальный фон, несомненно, внесет и свои коррективы в ценообразование, но ожидать серьезных скачков волатильности не нужно, так же, как и тонкого рынка. На данный момент тяжеловесы валютных рынков готовятся к решению ФРС США по процентной ставке. На данный момент ставка рефинансирования составляет 0,5%. Главным вопросом остается, что при этом предпримет председатель правления ФРС США Джанет Йеллен. Ведь, как известно, чтобы высокая процентная ставка себя оправдывала, сфера рынка труда должна находиться в очень хорошем состоянии, что нельзя сказать по последним данным нон-фармов, когда было создано лишь 38 тысяч мест против предыдущего значения мая в 123 тысячи и прогнозного в 164 тысячи. Отсюда можно сделать вывод, что ФРС вряд ли станет рисковать и торопиться с повышением стоимости американского доллара, однако данный факт может быть воспринят как положительный сигнал. Что касается других интересных идей для торговли, по фунту в течение четырех торговых сессий подряд пара неуклонно падала, однако вчера торги прошли разнонаправленно, что позволило британцу консолидироваться в районе 1.41.60. На сегодня ожидаем продолжения нисходящего тренда. Точкой отсчета для входа в рынок служит линия поддержки 1.41.80. После пересечения данной отметки можно начинать постепенно шортить пару с коротким стопом. Сегодня также мы ожидаем макроэкономических данных по фунту в сфере индекса потребительских цен за текущий год. Прогнозное значение на данный момент за май у нас составляет 1.3%, предыдущее значение 1.2%. На выходе положительных данных стоит быть готовым к повышенной волатильности и пониженной ликвидности. По паре доллар-иена секретов пока что не имеется. Промышленное производство в стране восходящего солнца за апрель выросло на 0.5%. Согласно индикатору настроений Кайман, в лонговых позициях сейчас у нас находится 64,5% трейдеров, что дает нам надежду на возобновление нисходящего движения актива в течение сегодняшней торговой сессии. Точкой входа служит уровень поддержки 105,8%, образованный в торговую сессию понедельника. Несмотря на продолжительный восходящий рывок пары австралийс-доллар в середине прошлого торгового дня, Ауси пока что не торопится отвоевывать свои позиции у доллара. В краткосрочной перспективе мы ожидаем небольшое падение актива ниже линии поддержки 0,7360. Однако в среднесрочном прогнозе, согласно индикатору Кайман, Астролиз продолжит восходящее движение. Поэтому идеальным решением, конечно же, будет наблюдать за ситуацией как минимум до четверга, прежде чем начать работать в среднесроке с данной парой. На этом у меня все. Всем желаю отличного настроения и попутного тренда. До завтра.